Сенсационные новости! 30 ноября стартует марафон на премиум танк 8 уровня от ВГ. Специальный лайфхак, что нужно сделать, чтобы быстро получить этот премиум танк. Разберемся с вами сегодня. А также вы сейчас смотрите сенсационное, очень странное, уникальное сражение в World of Tanks. Дело в том, что мне привели практически неоспоримые доказательства того, что этот бой подставной. Человек отправил мне в личные сообщения это сражение и написал, что здесь конкретное нарушение подстава. Я пересмотрел данный бой и действительно очень сильно усомнился. Сейчас вы увидите настоящий бред. То, что даже если бы разработчики посмотрели, они оценили, какая странность в этом бою произойдет. Дело в том, чтобы не потерять нить боя, нужно смотреть его с первой секунды и не упускать ни малейшей детали. Мы пока доехали до фланга, счет уже стал 0-2 и от этого у любого танкиста уже, конечно, бы бомбанул пердак. В первые несколько минут будет абсолютно обычно казаться, но если присмотреться внимательно, вы поймете в чем фишка. Проезжаем вперед, там объект 140, отрабатываем по нему. Удивительно, как два танка, один из которых 9 уровня Т-54 облегченка и СТ-1, умудрились слиться. Как бы еще и 2 минуты с начала боя не пришло. Они за минуту буквально отправились в ангар. Фантастические ребята. И здесь наша команда вроде бы поступает абсолютно грамотно, как я говорил. Обратите внимание на центр карты и как разделилась наша команда. Объект 257 и ПТ-шки защищают Е-линию. Я в одном из своих роликов по этой карте говорил, что эту линию держать очень важно. Да, мы пропустили М103 по F-линии вперед. Но пока М103 будет проезжать, наши союзники смогут по нему откидаться. И по идее пока все грамотно. Мы держим и А-линию квадраты, А8, А9, А0, ну где наш герой находится. Мы держим центр карты и держим низ. По идее, если сейчас работать грамотно, распределение команды классное, должны этот бой тащить. Но смотрите, что начинает происходить. Мы плавно видим, что количество вражеских тяжей внизу карты начинает сильно нарастать. И, внимание, там было сейчас М103 наш стоял. Нет, не М103, там стоял наш Тигр-2. Вот, и Тигра-2 оттуда уже выпилили. Там остается один ВК-168-01П. И здесь, в данную секунду, нужно посмотреть на сетап противников. Два ВК-168-01П у врагов. У нас был один. Количество тяжей у них действительно внушающее. И стоит заметить, что если наши тяжи поехали в озеро в квадрат Е5, то их тяжи продавили низ. И смотрите, что сейчас будет дальше. Счет 3-5. И начинается потихонечку слив. Но если бы все было так просто, я бы это не показывал. Вражеские тяжи продавливают через низ. Сейчас заберут Крайслера. Вот, это произошло. Вот с этой секунды начинается самый сок. Интереснее будет еще дальше. Кроме того, когда вы в конце увидите, кто играл на этом танке, на Объекте 140. Кто именно это был. Вы будете балдеть. Ну, и информацию тоже расскажу. Так, 5-7 у нас. Проезжаем немножко вперед. Вон там Лорейн-40Т. Она практически фуловая. Отрабатываем по лури. И, в принципе, пока за нами из противников никто не выезжает. Но мы видим настоящую панику на центре. Да, мы удержали Е-линию. Но мы не удержали низ. Стоит добавить, что распределяться на этой карте нужно максимально логично. Тяжи должны ехать на низ. СТ-шки должны распределяться на А-линию и на Е-линию. То есть, сдерживать наш фланг, где мы сейчас на 140. И сдерживать Е-линию, где Шкода, Т-56 и Т-28 прототип наши. ПТ-шки должны исключительно либо квадрат Ф-8 занимать, либо занимать Ж-линию где-то там. Либо помогать тяжам в низине. Вот это два варианта. Но логичнее всего быть в Ф-8 и в Е на Е-линии. Тоже помогать сдерживать центр и сдерживать раш по Ф-линии. Между вот этими двумя, так сказать, горбами. Скалами. Ну вот, скала Д-3, Е-3 и скала G-4, H-4. По квадратам внимательно смотрите на карту и разберем сейчас, что дальше. Мы сейчас слили весь центр. Пока еще держатся наши парни во взводе вдвоем на СТБ-1 и СТО-40. Но понятно, к чему это все приведет сейчас. Будет уничтожен на базе 704-й. Будет уничтожен на базе 268-й. Мы попрощаемся с артиллерией. И скорее всего попрощаемся сейчас с Т-28 прототип. Несмотря на то, что счет 7-9, есть еще шансы, конечно, затащить эту катку. Но они крайне малы. Смотрим за происходящим. Потому что если бы не произошел тот бред, который будет дальше, этот бой не претендовал бы на подставной и не претендовал бы на конкретный бред, на конкретную ерунду. Так, возвращаемся в низину. Там СТ-1 приехал. Ему понятно, от башни там будет легко танковать. Но СТ-1 здесь даже не танкует. Посмотрите, как сразу начала лупить вражеские тяжи издалека. Вражеская артиллерия. Опять-таки у нее появился засвет. СТ-1 дал засвет. Он едет уж слишком нагло, по-моему. И мы сейчас понимаем, почему. Два ВК-168-01П. Еще и Бэджер. Там протягиваются за ним. Сзади обнаруживается еще и ВЗ-120. И у нашего героя появляются неотложные дела. Возвращаемся назад. Внимательно смотрите на базу, чтобы не упустить ни малейшей ерунды в этом бою. Здесь много бредятины будет происходить. Нас таранит ПТ-шка. Таранит довольно жестко. Отрабатываем по ней сзади. 100 ХП у нее остается. И... Есть! Добрали! Добрали ПТ-шку. 9-14. Чет на базе СТ-1. Работаем по нему. Ох, как хорошо заходит ПСТ-1. И нужно спускаться вниз как можно быстрее. Один против шести наш главный герой. 1449 ХП. Фуловые ХП. Сзади мы даже не заметили, как потерялся наш союзник. И сейчас, если бы все было так просто, либо обычное тащилово, либо обычный слив, я бы это не показывал. Сейчас будет происходить действительно странные. Именно странные и в конце в некотором плане ошеломляющие и загадочные, даже подозрительные вещи. Потому что действительно много людей почитали, что это подстава. 9-14 у нас. Мы получаем впереди от Паттона. И начинается самое интересное. Мы зажаты со всех сторон. Хорошо бы сейчас добрать сверху Паттона. Тогда бы стало на порядок легче. Паттон. Есть! Ох, как хорошо. Сейчас разбираемся с Паттоном. Остается 594 чертовых ХП. Паттон нам... Не Паттон, кто это? М-60. М-60 похож на Паттона, извиняюсь. Ошибся. М-60 нам очень сильно нервы здесь потрепал. И на базе обнаруживается Бэджер. Нужно опять-таки пользоваться тем, что мы его вроде бы перецвечиваем и от дистанции можем накидывать. Главное, чтобы сейчас сверху никто не появился. Очень важно убрать Бэджер. Потому что это единственный вражеский танк 10 уровня. Остальные восьмерки и хотя бы в этом мы должны получить моральное преимущество. Пытаемся выцелить Бэджер аккумулятивами, но хорошее бронирование лобовое этой ПТшки не позволяет нам это сделать. Пошел захват базы. Внимательно следите, вот что сейчас начнет происходить. Наш пацан понимает, что стрелять издалека по Бэджеру и тратить снаряды, которых уже не так много нам ни в коем случае нельзя. Проезжаем вперед. Здесь довольно хитро стоит ВК, чтобы первым встретить нас с горки. И все-таки мы выцеливаем. Ну понятно, это восьмерка. Мы на десятке. Здесь мы этот марафонский танк должны добирать. Ну что ж, впереди, впереди СТ-1 на 354 ему даем. Ой-ой-ой-ой-ой, СТ-1 пошел нас добить. Есть, добрали. Добрали СТ-1. Проезжай, 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 проезжай вперед. Шесть минуток у нас и Бэджер, арта и ВК. Ну понятно, что Бэджер самый опасный противник. Он спокойно нас уничтожит. И если не с одного, то с нескольких выстрелов точно. И там и скорострельность. Кроме того, он нас подсвечивает. Если ВК сейчас приедет и они выйдут вдвоем, то нам хана. А учитывая, что противники сейчас знают наше точное местоположение, нужно как можно дальше удирать. И, ребят, пока не началось самое жесть, сейчас буду еще инфу вам рассказывать, в которое подкатило, помимо этого боя сегодня у нас. И давайте сейчас расскажу, что спонсор этого ролика с сайта вотбоксис.ру. Это самые дешевые цены на кейсы во всей сети. Ох, какая жесть здесь начинается. Смотрите внимательно. Вотбоксис.ру. Ссылка в описании на сайт находится, а также в описании бонус-код находится, который даст вам специальный бонус от бомбилки при пополнении счета. Обязательно испытайте этот бонус-код в описании. Он очень-очень крут. Вот так вот. Ну и смотрим, что же происходит. Мы спускаемся вниз за беджером. И начинается самое веселое. Мы зажаты вокруг этой скалы. Здесь беджер. У него 400 чертовых хп. Нужно попытаться от скалы как-то размениваться с ним. И надо выезжать на беджера. Ой, мужики, полная вакханалия. Беджер стал так, чтобы мы по-любому должны были подставиться. Сейчас единственный умный ход объехать вообще с другой стороны и подсветить его, например, с базы, либо сверху. Ну, найти такую точку, с которой бы он прострелился. Так сказать. Навряд ли этот беджер знает настолько хорошо карту, чтобы стать именно так, что ни с какой точки мы его не могли прострелить, кроме как выезжать в лоб. Но выезжать в лоб наш герой не собирается. Возможно, он сейчас планирует поехать на вражескую базу. И добрать там арту. Кстати, как мы увидим сейчас, именно момент с беджером очень сильно насторожит игроков, которые смотрели этот бой и заставит даже думать, что это подставное сражение. Четыре минуты. Четыре минуты до конца вакханалии. Давайте набирать скорость и поедем разбираться с артой. Она, скорее всего, стоит на базе. Сомневаюсь, что она далеко уехала. Хотя, учитывая, что был момент, когда противники были в шестером против нашего единственного объекта 140-го, то вполне себе арта может быть, может куда-то и уехала. Ладно, давайте пока здесь небольшая пауза. Сейчас подведем победителей раздачи премиум танков, а потом расскажу про марафон, новость про который появилась буквально недавно. И, собственно, поэтому вот у меня бой был в запасе здесь, который на подставной, так сказать, интересный. И решил вместе с новостью вам совместить в один интересный довольно ролик. Вот так вот. Итак, первая новость у нас такая. Вот прямо сейчас на вашем экране сегодняшние победители на премиум танки до восьмого уровня голду и премиум аккаунт. Вот они, комменты и чеки об оплате. А в этом ролике вы также можете получить себе премиум танк, мужики, до восьмого уровня. Да, премиум танк, без лишних шуток. Именно премиум танк до восьмого уровня. Уникальная халява. Либо голду, либо премиум аккаунт тоже. Всего лишь одно условие. Просто прожать этому ролику лайк. Все, просто прожимайте ролику лайк. Одно действие, кнопка лайк. Прожали лайк и премиум танк ваш. Все просто. Ну, победители будут уже в следующем видео. Также они могут позже подкатиться. Но в любой момент. То есть, когда бы вы этот ролик не смотрели, все равно прожимайте лайк, колокольчик, подписочку тоже по возможности. Подписочку, колокольчик. Ну и коммент напишите, чтобы я знал, куда скидывать. И вот сейчас начнется в этом бою тот момент, который игроки считают явным, что он спалил в подставной бой. Сами оцените потом и сделайте свой вердикт. Ну, а я расскажу про новость, которая сейчас взорвала просто весь интернет. Появилась она минуту назад. Вот как я записываю этот ролик. Сразу начал записывать. Сейчас уже минут 20-15, наверное, прошло. В общем, игровое событие у нас стартует. И называться оно будет Зимняя Охота. С 30 ноября в 9 по Москве по, я так понимаю, 10 декабря вас ждут ежедневные боевые задачи. Ежедневные боевые задачи. Где будут премиум аккаунт даваться в подарок. Кредиты. И главным призом станет Су-130ПМ. Су-130ПМ, мужики. И каждый день, выполняя всего будет 10 этапов по этой задаче. Ежедневные задачи. И выполнив все 30, вы получите Су-130ПМ. Например, если вы выполните 7 из 10 этапов, вы получите скидку 70% на этот танк. Вот такая вот халява. Все это пройдет 10 дней. На выполнение у вас будет ровно 10 дней и 10 задач. В отличие от Королевской Охоты, где было у нас 14 дней, здесь будет 10 дней. И это уже официальная информация от разработчиков. Марафон. Премиум танк 8 уровня. Всем в подарок. Это действительно круче, чем подарок ветеранам. Намного круче. И посмотрите, что произошло в конце этого боя. Здесь Бэджер просто не стал выезжать и убивать нас. Он просто дал нам спокойно взять базу. Даже не попытался. Он в конце разворачивался показательно и отвернулся и не стал нас добивать. Итоги боя сейчас перед вами. Многие игроки считают, что это бой подставной. Мне лично кажется, что Бэджер просто сглупил в этом бою. Вот такие вот результаты. И самое интересное, вот статистика игрока. Она бешеная. Пишите в комментариях, будете ли вы принимать участие в новом марафоне от ВГ. Который абсолютно для всех. На Сул 130 ПМ. Главная награда. Я думаю, я лично попытаюсь. Ну а с вами был ваш Бомбилка. Ставьте лайк. Увидимся. Пока-пока.